Пичкать в себя все, как в большую помойку. Я же не буду мороженое есть вместо завтракала, мне же нужны правильные углеводы. Сходили в Макдональдс, я съела свой любимый чикенбургер. Как похудеть в талии? Как похудеть в бедрах? Как похудеть в икрах? Кожа начинает висеть. Просто так вам ничего не придет. Остановись! Хватит! Смотри, ты уже классно выглядишь. Не хочу тех же самых последствий. I really need you, need you now. Фактор, наверное, который, в принципе, мешает похудеть, мешал мне похудеть и в том году, и в позатом году, это то, что я не окончательно добивалась своих целей. То есть, когда вы ставите перед собой цель, вы к ней идете, и в определенный момент, когда вы где-то на середине пути, вам начинают говорить «Остановись! Хватит! Смотри, ты уже классно выглядишь!» А ты понимаешь, что еще как бы есть, и цели-то своей не добилась еще. То есть, ты не дошла, ты где-то еще на середине пути. Это закаляет. Это действительно очень закаляет и действительно очень помогает. Когда вы реально добьетесь своего, поверьте мне, вы кардинально изменитесь сами. Вы добьетесь, и вы будете уважать себя за это, и вас будут уважать окружающие. А если вы будете слушать окружение, которое вам говорит «Ну, ты и так хорошо выглядишь», вы сорветесь, будете себя еще больше ненавидеть, и, соответственно, найдите еще больше, что и происходило со мной в том и в позатом году. Я думаю, что даже мои подписчики поняли, наверное, и видят по мне какие-то изменения не только во внешности, но, наверное, еще некие изменения в характере, в поведении. И это действительно вижу и я тоже, и мне стало гораздо проще, мне стало гораздо легче, когда ты просто можешь одеть вот такой вот топик какой-нибудь и быстро даже без лифчика выбежать на улицу. Я всегда говорила, говорю и буду говорить. Потеря веса более 4 килограммов в месяц – это очень плохо. Я считаю, что это вообще неправильно. То есть, если вы теряете 3-4 килограмма в месяц, это более чем достаточно не только для вашего здоровья, не только для вашего похудения, но в особенности для вашей кожи. Потому что, если вы будете терять больше, я думаю, что женщины, кто похудел на такое нормальное количество килограмм, за очень быстрое время меня поймут. Кожа начинает висеть, она не успевает стянуться, она не такая эластичная, она не может сразу, просто это шок для нее. Я не злоупотребляю, потому что я понимаю, что это нужно не только моему внешнему виду под кофтой, но и моему организму в целом. И это действительно очень важно. Не теряйте больше 4 килограмм в месяц, и ваш организм, ваша кожа, ваше тело скажут вам огромное за это спасибо. За 3 месяца у меня было только... не 2, 3 раза, когда я позволила себе съесть пиццу один раз, потом сходили в Макдональдс, я съела свой любимый чикенбургер, ну как, некогда любимый чикенбургер, но опять же все это было до 12 дня. Да, поэтому... ну я уже настолько привыкла, конечно, потом я мучилась изжогой еще долгое время, и поэтому, собственно, не сильно-то хочется употреблять такие не очень полезные вещи, потому что ты понимаешь потом, что так уже привыкла, что тебе тяжело, тебе реально тяжело просто это есть, и ты уже априори отказываешься, потому что ты понимаешь, то есть у тебя твой мозг понимает, знаете, как вот маленькие дети бегут-бегут, упали, там, не знаю, там, ногу вовремя не подняли, упали, в следующий раз они ногу обязательно поднимут выше. Наш мозг просто понимает, что если он... ага, все, я типа помню, да, если это было вот в тот раз, если у меня началась изжога, и мне было очень плохо и неприятно, то, скорее всего, вот сейчас я от этого откажусь, потому что не хочу тех же самых последствий. Главное начать. В любом деле, я всегда говорила и говорю, всегда в любом деле главное начать. Если вы не начнете, вы так и не будете все это уметь, вы так и не разберетесь, вы так и останетесь на том же уровне, если вы полная, вы так и останетесь полной, если вы дряблая, вы так и останетесь дряблой, поэтому давайте уже начнем, встанем, попы поднимем. Человек никогда ничему не научится, если он не подзаморочится хотя бы в первое время. Я буквально недавно очень сильно захотела мороженое, прям очень сильно захотела мороженое, и я его купила себе в стаканчике. Мы привезли его из магазина, так как был уже вечер, естественно, я не стала его есть вечером, потому что мне нельзя, я понимала, что то, чего я добилась, гораздо важнее того, что я могу потерять. Поэтому, проснувшись с утра, я думаю, так, мне нужно съесть мороженое. Я уже позавтракала, я же не буду мороженое есть вместо завтракала, мне же нужны правильные углеводы. И я открываю, тут просто понимаю, что я не хочу мороженое сейчас. Я уже поела, мой мозг уже насытился, понял, что он как раз-таки все вот эти вот нужные полезные элементы и вещества получил, и мне как бы больше ничего не надо. После обеда я думаю, ну сейчас надо съесть мороженое, все, потому что вечером точно никак уже не получится. И после обеда, естественно, мой мозг опять понимает, что он не хочет это самое мороженое. Это мороженое лежит у меня в морозилке по сей день. Прошло недели две. Когда вы начинаете этим заниматься, когда вы начинаете гореть, когда вы реально видите свои результаты в зеркале, когда муж просто ходит по квартире и говорит, я просто в шоке вообще, что ты с собой сделала, и как круто ты выглядишь. И вот настолько все меняется, и настолько вы уже погружаетесь в эту вот атмосферу вот этой вот какой-то новой жизни, что вам реально просто не хочется. Как отличный вариант завтрака подойдет бутерброд из цельно-зернового хлеба или зернового хлеба. У меня в данный момент с малосольной рыбкой, которую я засаливаю сама. Правильные растительные жары, которые тоже очень нужны, очень полезны. Это просто авокадо, чуть-чуть посыпанной солью. Многим жалко еду. Ну, вроде как, ребенок не доел, или там сам не доел, типа, надо обязательно доесть. Все это идет из вашей головы, о чем я, в принципе, говорила в своем видео про мотивацию. И если вы будете пичкать в себя все, как в большую помойку, вы никогда не похудеете. Здесь решать только вам. Все это то, что нужно доедать хлеб, что нужно доедать продукты, идет еще с военных лет, когда людям было нечего есть. Вам что, есть нечего? Оставляйте. У меня тоже бывает такое, что я, например, не доедаю что-то. Я не выбрасываю, я оставляю на следующий прием пищи. Я оставляю на завтра. Почему бы и нет? Почему бы мне, например, не сделать, не добавить остатки салата в свой новый салат? Ну, как вариант. Еще один из самых-самых часто задаваемых вопросов, естественно, это, как мне есть правильно, если я там то на работе, то с детьми, здесь бегаю, здесь бегаю, здесь бегаю. Я тоже бегаю. У меня куча дел, у меня дома практически никогда не бывает. Я то с ребенком, то по работе, то пою, то репетиция, то делаю своими, занимаюсь маслами. У меня просто вот такая голова каждый день. Я беру с собой контейнеры, я питаюсь правильно, я беру с собой контейнеры с куриной грудкой, с гречкой, я беру с собой контейнеры с моими салатами, я беру с собой творог, ложку, вилку, я беру все с собой и питаюсь правильно. Если вы хотите иметь красивое тело, вы будете этим заниматься. Просто так вам ничего не придет. Если вам лень приготовить на весь день, это только ваши проблемы. Я вам тут, к сожалению, ничем помочь не смогу. Как похудеть в талии, как похудеть в бедрах, как похудеть в икрах, как похудеть в руках? Никак. Худеет организм у нас весь, целиком. У каждого из нас есть своя какая-то, свое телосложение, свои определенные заложенные генетические черты тела. И их не изменить. Здесь вам просто придется себя полюбить. Это очень важно. То, что мы видим в себе и нам не нравится, зачастую нравится всем остальным. Я, например, говорю про свою талию. Мне изначально всегда нравилось более спортивное телосложение, кубики на животе у женщин. Ну вот уж такая вот я всю жизнь была. Только сейчас, ближе к своим 30, я поняла, что это действительно больше плюс, чем минус, да, тонкая талия. Но вот всю жизнь я жила с той мыслью, что я хочу более спортивное телосложение, типа как у певицы Пинк. Мне, например, очень нравятся девушки с широкими плечами. Я считаю, что это действительно очень красиво. Аккуратные, опрятные, неполные девушки. Именно вот такой спортивный телосложение, спортивные плечи. Именно, ну вот спортивные такие широкие плечи. Вот мне нравится. И когда вы от этих комплексов избавитесь, вы полюбите себя и начнете понимать, что это мои плечи, я их люблю. Это мои бедра, они вот такие от природы такой ширины. Я не говорю про жир на бедрах, да, а само телосложение. И я их люблю. Я там, не знаю, люблю свои широкие икры, я люблю свой большой нос. И вот когда вот эти вот комплексы все уходят, вы действительно смотрите на себя совершенно другими глазами и ходите совсем по-другому, и относитесь к себе совсем по-другому. Но, соответственно, и все окружающие к вам тоже. Ну и мои самые любимые. Это вот типа ты похудела на свои там несчастные 10 килограмм, а я вот не могу, потому что у меня там 40. И я скажу вам то же самое, что, скорее всего, вы когда-нибудь уже слышали, что похудеть на 30-40 килограмм гораздо проще, чем похудеть на 10 килограмм. Самые, вот самое сложное, это последние 2 килограмма. И важно понять, что ты должен дойти до своей определенной изначально установленной цели. Так что не бойтесь, если у вас 20, 30, 40, 50, да хоть 100 килограмм лишних, главное начать. И когда вы поймете, насколько просто все это вас покидает, вот этот шлак просто вас покидает, вы начнете реально этим гореть. В итоге вы будете весь этот шлак терять, а мы, я в том числе, буду очень вами гордиться.